Итак, друзья, я вас глубоко приветствую в своем новом видео, и в этом видео мы с вами поговорим о том, почему в 2024 году, до конца которого осталось не так уж и много времени, а время вообще летит довольно быстро, снимать на фотопленку не то, что актуально, да, и актуально ли. Для меня это лично актуально. В общем, друзья, почему важно снимать на пленку? Вот даже не просто так, не нужно ли, не актуально ли, а почему именно очень важно снимать на пленку? Расскажу немножечко про себя для тех, кто видит меня в первый раз. Да, такое вполне может быть, потому что как бы кликбейтное довольно-таки название, заголовок, я этого не чураюсь. Почему? Потому что так надо, друзья. Вот, кто видит меня в первый раз? Меня зовут Георгий Романов, я очень долго занимался, занимаюсь и, скорее всего, буду до конца дней своих заниматься фотографией разного рода. Начинал как фотолюбитель, классический такой, с пленочной историей, да, это то, что меня двигало, мотивировало. Потом было выгорание, была коммерческая история, и она, в принципе, осталась. То есть, я зарабатываю фотографией, профессиональной фотографией занимаюсь и зарабатываю за счет рекламной фотографии. Сейчас мне это направление немножечко поднадоело, и я решил, что называется, восстановить душевный баланс и сделать основу с помощью пленки. Да, поэтому лично у меня очень большой опыт, друзья, и я люблю вообще за то, чтобы все было довольно спонтанно и, самое главное, честно. Вот за это, в принципе, мой такой незатейливый блог и любит. Я когда создавал сложные мотивационные всякие видео, точнее, не мотивационные, неправильно сейчас сказал, я когда создавал какие-то красивые ролики с переходами, с монтажом, со всеми этими делами, они не очень сильно заходили, поэтому я снова перешел на формат говорящей головы, ценностью которой считаю как раз-таки спонтанность и честность. То есть, то, что я сейчас говорю, это говорится абсолютно экспромтом, честно. Я ничего не выдумываю, я не придумываю какие-то заранее скрипты, заранее сценарии. Все по очень простой причине. По точно такой же, по которой и вы, собственно, живете, работаете, существуете, развиваетесь. По причине того, что у нас мало времени. И вот сейчас, прежде чем мы с вами начнем разговор, я хочу, чтобы вы заварили себе замечательную чашечку чая. Вот, кто помоложе может заварить себе кофе. Я лично уже перехожу потихонечку на чай, потому что моя нервная система уже не переваривает огромное количество кофе. И я, собственно, как раз-таки с помощью фотопленки сейчас хочу замедляться. И хочу вам рассказать о том, как очень классно это, собственно, делать. И почему, собственно, это делать. Когда я разговариваю с своими клиентами по поводу рекламной фотографии, то довольно часто я сталкивался с тем, что, во-первых, мы отвлекаемся на телефоны. Это привычка номер один. Почему? Ну, я не знаю. Потому что мы боимся пропустить что-то важное, что-то нужное. Мы боимся остаться не на связи. И самое главное, вот этот волшебный дзынь, он настолько нам уже привычен, что мы за ним забываем вообще суть. А зачем мы подняли телефон? Зачем мы это сделали? Для чего мы это сделали? Я настолько уже... У меня их даже два. У меня настолько это вошло во вредную привычку, что я стал вообще выписывать список дел того, что нужно сделать. Поэтому мы имеем дело не просто с привычкой брать телефон. Да я вот сейчас специально его поставлю на авиарежим, потому что это просто невозможно. Первый специально ставлю, второй специально ставлю, потому что они постоянно дзынькают и отвлекают. И вот это вот самое отвлечение, оно не способствует важному. Оно не способствует тому, что ваш мозг, он сосредотачивается на главном. То есть он постоянно находится в раздражении, он постоянно находится в таком собранном состоянии. И естественно он тратит энергию. И вот эту самую энергию, которую мы в течение дня постоянно растрачиваем на что-то мелочное, мы не можем сфокусироваться, мы не можем понять вообще, что делать условно говоря завтра. Какое количество дел мне нужно сделать за сегодня. Что мне нужно было сделать важного, того, что меня просил там друг, брат, сват, отец, жена, ребенок. Мы это можем все забывать. Мы поэтому начинаем это доверять все дело записям, всякого рода там гаджетам, приложениям, прочим таким вещам. Причиной тому как раз таки служит то, что наши мозги, они просто-напросто перенапряжены. Вот. Это такой первый очень важный момент. Почему стоит снимать на пленку? То есть пленка здесь вообще никак не связана. Да, согласны? Захожу издалека. Второй очень важный момент. Собственно ради чего мы занимаемся фотографией. Да? Фотография, она дарит нам в первую очередь, как людям, которые занимаются фотографией, она дарит нам эмоции, она дарит нам ощущения. Когда я провожу мастер-классы, когда я встречаю людей, которые не связаны с фотографией, я понимаю, что они начинают свой путь в фото любительство со смартфона, с камеры в смартфоне. В свою очередь у меня был мастер-класс. Если мы видим, что этот гаджет связан с миром, то мы не концентрируемся на фотографии. Мы делаем снимок, он помещается в папочку, эта папочка улетает в интернет, в интернете он растворяется в этом бесконечном, извините меня, болоте информации. Сколько у вас снимков в смартфоне вы вообще сейчас задумывались? Вы можете им назвать число? Уверен, нет. Я лично не знаю. Иногда мне моя программа показывает, что их там уже больше 10 тысяч. Это повод для гордости личного, скажите мне. Не думаю, да? То есть мало связано как-либо ощущение от фотографии с количеством этой самой фотографии. Такой важный момент. Поэтому для меня лично смартфон это прекрасный инструмент, от которого я сейчас зависим и зависимость от которого хочу снизить. Мне это надоело. Есть еще камеры, которые дарят те самые ощущения. Особенно цифровые, современные, хорошие камеры. Сейчас съемка на пленку это не причина говорить про то, что качество, шмачество, вот это все, друзья. Нет. Я уже, не знаю, с 2012 года фотоиндустрия цифровая вышла на тот этап, при котором у тебя качество картинки overkill. Ну то есть слишком много его. Можете смеяться, можете не смеяться, можете считать это серьезно, несерьезно. Но, друзья, вы сейчас картинку смотрите с Canon 5D Mark II, которому уже больше 10 лет, может быть, ошибаюсь, и который мне позволяет зарабатывать деньги. Он уже отбит, я не знаю, 20 тысяч раз. Ладно, не вру, не 20 тысяч раз, конечно. Для скоростного славства сказал. Но множество раз уже отбит. Но при этом спросите меня, я получаю удовольствие от съемки на этот фотоаппарат? Нет. А почему? Потому что он просто стал инструментом. В какой-то момент любая камера, любой гаджет становится просто инструментом, друзья, от которого вам ни холодно, ни жарко. То есть первый, условно говоря, допаминовый кайф вы ловите, когда вы совершаете покупку. Второй, когда вы начинаете получать первые снимки. И ваш кайф заканчивается ровно на месте, когда вы понимаете, что там нет кнопки шедевра, и нужно учиться как-то работать с этой всей техникой. Владельцы смартфонов, точнее, производители смартфонов, смекнули, что вы этого не хотите делать. Вы хотите продолжать легкий кайф ловить. И они туда стали встраивать различного рода лучшайзеры. Начиналось это с фильтров, потом продолжилось это рулеткой с социальными сетями. Социальные сети, друзья, это точно такая же зависимость от лайков, шеров и репостов. Поэтому я не призываю вас ни подписываться, ни лайкать, ни шерить, ни репостить, потому что этого слишком много. И когда мы в очередной раз делаем красивую фотографию, загружаем ее в красивую социальную сеть, нажимаем вот этот рубильник, мы с вами попадаем в зависимость, от которой уже никто не скроется никогда. Зритель, вы, если вы зритель, вы хотите листать эти ленты в надежде получить, вот тот самый быстрый, быстрый скачок удовольствия. А человек, который эту фотографию постит, он хочет непосредственно получить быстрый успех, быть признанным. Вот то самое количество лайков, то самое количество просмотров, это не что иное, как желание быть признанным, быть, скажем так, услышанным и быть востребованным. То есть, говоря простым языком, потешить собственное чувство, чувство собственного величия, чей свэп. И, как правило, люди творческие, они на это очень делают падки. В том смысле, что если у них что-то не получается, то они начинают винить мир, почем стало, почем зря, да, что зритель не тот, площадка не та, алгоритмы неправильные и так далее и тому подобное. Так вот, возвращаясь теперь к сути. В чем суть пленочной фотографии? Суть пленочной фотографии в том, что фотоаппарат не умеет делать ничего, кроме фотографий. Он не умеет снимать видео. Он не подскажет вам, как лучше сделать. Он не подскажет вам какой-то режим, я не знаю, волшебной панорамы, шедевра, портрета, пейзажа. Он этого ничего не знает. Это простая машина, простая в своей форме, которая не покажет вам результат, которая не предложит вам поделиться этим результатом в социальной сети. Просто. Согласны? И вот эта вот та самая простота, друзья, она дарит огромное количество удовольствия, которое поначалу ломает. То есть, когда вы будете, если вы вдруг займетесь пленочной фотографией или попробуете заниматься пленочной фотографией, то вы поймете очень простую вещь, что вот это вот раздражение, желание залезть в кармашек, оно никуда не девается. Но постепенно, и это я очень хорошо понял, занимаясь уличной фотографией, именно пленочной фотографией, еще и уличной фотографией. То есть, когда ты множество часов на протяжении всего дня находишься непосредственно с очень простым инструментом и наедине с собой. Это все позволяет как раз-таки очень хорошо прислушаться к себе, понять себя, да, что я хочу, что я не хочу, чего я боюсь, чего я желаю, что, возможно, во мне видит окружающий, что, возможно, во мне не видит окружающий, да. И это все позволяет успокоиться и принять правильное решение вообще по жизни. Оставаться, например, на этой работе, там, перейти в отношениях на новый уровень, поговорить там с родителями, например, о чем-нибудь или поговорить с детьми о чем-то важном. Вот это все как раз-таки, и что дает пленочная фотография, она дает возможность рефлексировать, если так можно выразиться модным красивым словом, через одиночество, которое на самом деле таковым не является. Когда мы остаемся наедине с простым таким инструментом, то мы ощущаем как раз-таки ломку, если можно так выразиться, от всего вот этого вот прекрасного. И поэтому, если, например, вы, да, чувствуете необходимость в очередной раз сменить фотоаппарат или вы думаете, что у вас недостаточно хороший фотоаппарат, то вы можете находить 10 тысяч предлогов по принципу того, что вот здесь вот у меня будет лучше видео, вот здесь вот у меня будет больше мегапикселей, а вот здесь вот будет лучше автофокус, а вот здесь вот, извините меня, я смогу перейти на новые более качественные объективы. Да, безусловно, это правда, вы действительно сможете все это сделать, вы действительно получите прирост этого самого качества, прирост скорости работы, да, вы его получите, но какой ценой? И ради чего? Самое главное, ради чего? Ради того, чтобы очередные фотографии упали у вас на Яндекс.Диск? Все? Нет, ребят, так вот серьезно, так больше продолжаться не может и не должно, потому что будет у вас еще более качественные фотографии с Яндекс.Диска, вы их в очередной раз опубликуете в социальной сети, и что? Что изменится от этого? Не знаю, не знаю, я думаю, что ничего. Нет, конечно, индустрия будет хорошо, потому что вы потратили очень большое количество денежек, вот, и вы показали очередной раз Никону, Кэнону, Пентаксу, Сони о том, что они на правильном пути, они до вас достучались. Так вот, теперь, друзья, я хочу достучаться до вас, да? Вот у меня в руках совершенно простая вещь. Это мыльница, да? Из 90-х годов. Вот еще одна другая простая вещь, тоже мыльница из 90-х годов. Там есть 36 фотографий. Много это или мало? Смотря как смотреть. Я лично пришел к тому, что создал целый сайт, фото-на-пленка.ру, где для точно таких же любителей я даю ответ на вопрос, а в чем смысл вообще, собственно, снимать на пленку? Даже если вы не фотографировали на пленку, даже если вы вообще не фотографировали на фотоаппарат, да, вы начинали со смартфона, я обязательно рекомендую вам попробовать это сделать в принципе. Потому что вы поймете, что вот это вот, помимо классического быстрого удовольствия, о котором я говорил, его здесь получить гораздо проще. Потому что, несмотря на то, что вроде как, все говорят, что пленка нереально дорогая, ну камон, сходить в кофейню, выпить банановый латте, лавандовый раф, стоит почти как катушка пленки. Это недорого. Ну реально. Для того, чтобы ощутить совершенно новые эмоции, ощущения, вот для того, чтобы замедлиться, осмыслить вообще, чем ты занимаешься, это недорого. Посмотрите, сколько стоит психотерапевт. Посмотрите, сколько стоит новый Кэнон. То есть, определитесь, что вы хотите. Вы хотите статуса? Ну окей, Кэнон, хорошо. Кэнон, берите, покупайте статус. Но это все не даст вам главного индивидуальности. А вот с этими ребятами вы сможете ее получить. И вы сможете играть с ними как угодно, потому что, даже несмотря на то, что они все старенькие, они все доступны. Ну можно их купить, можно. А самое главное, я не говорю, что нужно. Я вот сейчас скажу вообще, что как бы я придумал такое. Например, вот если зайдете на мой сайт, вы там увидите раздел «Съемка на пленку». Он так и будет называться. И там, друзья, можно узнать о мастер-классах, которые я провожу в съемке на пленку. Суть очень простая. У меня их два всего на самом деле. Первая — это фотопрогулка, где я дам вам вот такой вот фотоаппарат. Или вот такой вот фотоаппарат. Или вот такой вот фотоаппарат. Любой. Может быть, вы захотите поснимать вообще на коробочный зенит, который никто никогда не открывал. Вот он реально вот такой вот коробочный, да? Я его не покажу, что там. Потому что он коробочный. И я его не продаю. Потому что такой, в таком состоянии фотоаппарат я впервые встретил за 12 лет. 12, блин, лет. Вот. В общем, на этой страничке можно как раз-таки найти и записаться в лист ожидания, в котором я вам потом разошлю, когда будет проходить очередной мастер-класс. Все очень просто. Я вам дам эту камеру. Я вам расскажу о том, как снимать на пленочную камеру. На что можно обратить внимание. На что нужно обратить внимание. Да? Как прислушаться к себе. Вам ничего не нужно знать о фотографии. Ну реально. Вот это сейчас все лишнее. Оно не нужно уже все. Все. Я за японский подход. Я в Японии был много раз. Я за то, чтобы вы ощущали тот самый японский подход, при котором вы забиваете болт на технику, слушаете внутреннее я и начинаете это внутреннее я транслировать через фотографию. И вот как раз таки за один раз под моим наставничеством, под моим началом, я не буду вам говорить, что снимать. Я буду говорить, как прислушаться к себе. Вот. Отснимите ролик пленки. Я все это отнесу, сдам, пришлю к вам на почту. И потом мы все вместе в онлайн формате, в оффлайн формате. Все это дело обсудим. Это первый этап. А второй этап, он более сложный и интересный. Когда вы уже обзаведетесь своей собственной камерой, то я вам скажу очень простое задание. Вы тоже можете его повторить. То есть, ребят, я вообще здесь никаких секретов, ничего не делаю, потому что как бы зачем? Вот, пожалуйста, простая штука, я ее придумал. Называется фототерапия. Я не психолог, честно говорю. То есть, здесь ни в чью душу я лезть не собираюсь, кто бы мою починил. Но суть ее заключается в том, что точно так же одна фотокамера, один ролик и каждый день ты делаешь снимок. И вот у меня сразу спросили тоже, а что если в моей жизни произойдет, например, два интересных события? Я скажу очень просто. Тебе придется выбрать одно. Не получится сделать два. Работа для мозга. Работа. А что если у меня ничего не произойдет в этой жизни в этот день? Все очень просто. Ты делаешь пустой снимок. Стены, кота, ног, все что угодно. В этом и суть. Один снимок, один день. И потом точно так же проявляем пленку, начинаем анализировать, и мы видим, какая у нас жизнь за месяц. Все прозрачно. И вы поймете, в правильном водонаправлении идете, не в правильном водонаправлении идете. Посмотрите на себя со стороны. Потому что камера, она все запоминает, ей абсолютно все равно она помнит все. Вот такой вот интересный заход на тему того, стоит ли снимать на фотопленку в 2024 году. Поэтому, друзья, я на этом закончу. Как уже сказал, все очень просто. Для меня вопрос съемки или не съемки на пленку не стоит. По той простой причине, что сейчас пленка это альтернатива всем этим замечательным технологиям, которые в обмен на быстрое удовольствие у нас забирают главное фокус внимания. А вот эта вот история нам фокус внимания возвращает. Поэтому фотографируйте на пленку, переходите на сайт фотонопленка.ру, регистрируйтесь на будущий мастер-класс, буду вас всех рад видеть и до новых встреч в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok